Мужчина пишет, Андрей Андреевич, от меня жена уходит. Почему она уходит, я не могу понять. Женщина уходит всегда, потому что ей с постели с кем-то лучше. Женщина из-за постели с другим мужчиной может на 100% бросить вообще все. Мужа, семью, вообще все, оставить и уйти. Мужчина за сексом не пойдет. То есть если мужчина может ездить, может иметь кучу любовниц, но жить со своей любимой женой это может быть нормальным. Но мужчина может уйти в случае, если находится какая-нибудь тетя, которая им восхищается. Вот если тетя находится и будет говорить, мне прям очень хорошо с тобой посетить, ты такой солнечный, и так у тебя все, и ножки хорошие, и ты умный, и такой же талантливый и так далее. Мужчина, он как мужчина вычитает, женщина думает, что это. А мужчина всегда к женщинам своим относится, как будто рядом с ним мама, даже если он этого не говорит. И, а мама что должна делать? Мама должна восхищаться. Ну и есть хорошие мамы, есть плохие. Хорошие дети с хорошими мамами, это те дети, которыми мамы восхищались, и они старались еще что-то лучше делать. Плохие мамы, когда мужчинами не восхищались, и они уходили к тетям, которые начали ими восхищаться. Вот так и забирают ваших мужчин. Женщина думает, как бы по себе меряет, и думает, вот он начал с кем-то спать, она его совратила, забрала. Не, не, мужчина за пипеткой не убегает. А вот женщина может женщину совратить. А, один раз попробую, там, нечаянно он такой хороший, он такие хорошие слова говорит, он мне такой вот, такой весь необычный, что это потянуло и так далее. Ну вот, для него это начало, для нее это начало, и женщина как сходит с ума, и потом не может вырваться. Так обычно разрушается брак. Если женщина уходит другому мужчине, то спасти такой брак невозможно. Почему? Ну, ее нужно забрать и где-то без мужчин поселить, чтобы у нее не было интимных отношений хотя бы там 2-3 месяца. Вот после этого она приходит в норму. Пример. У меня была такая история, женщина одна поехала от своего мужа в Египет с подругой отдыхать, и там нашелся египтянин взрослый, который ее совратил. И после этого, у них трое детей, и после этого она там остается еще на 10 дней, продлевает муж ей, посылает деньги, а потом она приезжает, устраивает скандал, все время плачет. Это, кстати, признаки измены у женщины, когда она дома, глядя на мужа, плачет все время. И после этого придумает какие-то истории, мне надо срочно в Египет, давай вместе поедем. После этого едут, она ночами пропадает и так далее. И вот он ко мне приезжает и говорит, Андрей Андреевич, что делать? Я говорю, смотри, она приедет когда-то, забери у нее паспорт, забери у нее документы, чтобы она не могла уехать, хотя бы 2 месяца. Вот если продержится 2 месяца, то никуда не уедет, никаких там ни порчи, ни сглазов нет, ни вообще, ни обращения на что внимания. Через месяц ее отпустила. И она говорит, надо же, что это со мной было. Да я знаю, что с ней было. С ней было то, что называется, то, чего не было с мужем. Вот если бы муж делал то же самое ежедневно, что там делал с ней вот тот дядя, то она бы его любила больше. Ладно. Ладно.